Добрый день дорогие друзья участники конкурса мир музыка и развития уважаемые родители и уважаемые педагоги сегодня мы подводим итоги первого тура прослушивания конкурса с нами в студии руководитель центра профессионального мастерства по направлению духовые инструменты руслан георгиевич милая добрый день и я что ев сергей солист оркестра народных инструментов россии имени осипова солист оркестра яклевых гранд мелодия оркестра и член жюри конкурса мир музыка и развитие ну что руслан георгиевич как вам ребята с первого тура ну в общем ребята разные ребята занимаются наверное они находятся в разных условиях и поэтому показывают разные результаты и наверное педагоги ставят разные цели поэтому но совершенно разные результаты вот но видно что все участники они готовились старались занимались поэтому вот результаты вот какие есть на сегодняшний день согласен что имеем ну что давайте может быть мы начнем обсуждение с первой категории надо это у нас будет флейта габой к сожалению габой у нас ни один не представлен так что будет соревнования флейтистов и начнем с первой категории это ребята от семи до девяти лет давайте может быть начнем с как раз рюмки на алиса в республике беларусь посмотрим небольшой фрагмент ее выступлением ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Я думаю, что какие-то выводы можно сделать по исполнению? Да, безусловно, что девочка старательная и с текстом справляется. Единственное, что Талиман в оригинале звучит в более подвижном темпе. И совершенно разные есть мнения насчет обучения начальный этап на флейте Пикколо. Да, я согласен. Поэтому преподаватели идут разным путем, но здесь, как говорится, пошли по такому-то пути. Я бы обратил внимание на то, что нужно, чтобы был красивый звук. Красивый звук. Не просто извлечение, но на звучание инструмента. Ну и надо посмотреть на постановку. Все-таки высоко пальчики поднимает. Это в дальнейшем может мешать просто техническим пьесам играть. А так, в общем, вполне прилично. Я думаю, что он может дальше пройти. Возможно, да. Мне кажется, она уверенно достаточно себя чувствует, даже несмотря на какие-то помарки. Уверена она с отношением играет музыку. Это всегда приветствуется. Так, следующий наш конкурсант. Кто у нас здесь есть еще? Можно послушать Таселеткину Веронику. Давайте послушаем. Это из города Ногинск, Московской области. Сонату это. Можно Талиман, на принципе, послушать. Давайте послушаем Талиману. Возможно, что. Вот видите, совсем другой темп уже. Это ближе к настоящему темпу. Талиману. таллиман ближе к темпу здесь конечно больше вопросов к баку потому что это настолько у флейтистов такая каноническая пьеса что ее либо нужно играть вот так как она должна быть то либо лучше обложить ее когда будет готов ребенок играть ее так как она должна звучать вот но но в принципе видно что девочка старательная у нее смотрите и концертное платье все это не первое выступление до готовы сценической я думаю что тоже может она дальше участвовать в следующем этапе я думаю да и и это же я бы преподаватели обратил внимание на чистоту звука все-таки есть там вопросы еще чистота тона это наши любимые выдержанные звуки да 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 которые дети к сожалению не любят не понимают важность трудоем не куда эти города так кого-то мы еще будем смотреть из нашу первую категорию первая категория матча младших ребят но можно посмотреть еще вот например вот первый номер можно смотреть минас янс александра да мне кажется не очень удачно расположились у них нет контакта да нет друг другом спина к спине видимо просто рояль в углу стоит и по-другому невозможно сцена видимо небольшая помещение скорее всего маленькая но и конечно видимо да она в начале пути своего находится и наверно преподаватель в курсе о тех вопросах над которыми еще предстоит поработать да 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 но в принципе тоже достаточно прилично играет уверенно конечно вот флейтистом надо надо поработать и интонацией и конечно звучание флейты чтобы вот этот эталонное звучание флейтистов чтобы дети с детства привыкали именно к такому не просто что называется дуть там что получилось то получилось это очень трудоемкий процесс конечно конечно не все готовы к этой работе дети я думаю что вот в этих ребят которых мы посмотрели да у меня все шансы чтобы прекрасно звучали конечно но при усердии и трудолюбие работать и над звуком и над техникой конечно а мы переходим ко второй категории это ребята конкурсанты участники от 10 до 12 лет здесь уже я вижу по прошлым конкурсам ребята которые у нас участвовали они повторно даже по третьему разу подают заявки тоже знакомые лица знакомые фамилии вот но также наверно посмотрим несколько участников и посмотрим здесь очень сильно мне кажется будет соперничество втором туре из тех ребят кто прошел но они уже более мастеровитые за плечами много конкурсов с кого мы можем начать а вот давайте послушаем заморскую василису город химки здесь мы фразировку видим уже вибратор я еще заметил такой тендер что очень многие гонятся за сложными произведениями ни в коем случае когда нету базовых навыков все начинается с одного красивого сыгранного звука потом к нему добавляется второй теки я думаю что достаточно здесь это и музыкальное и флейта красиво звучит и видно что и темповое разнообразие и и вообще в звучании разные регистры по разному звучит мне нравится мне кажется даже несмотря на то что все таки исполнители соль надам имеет контакт с абсолютно да и здесь еще видно что это зал такой вот очень много материи там он не очень да звучащий зал и тем не менее все равно звук есть да звук есть это хорошее это хороший это достойный конкурсант можно послушать еще вот есть милюхина из города милюхина софи софи да и балашиха послушаем ну тоже стране такое горят сразу бина ну 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 Это достаточно сложная пьеса, и я смотрю, она хорошо справляется. Она очень уверенно себя чувствует, и, мне кажется, она понимает, что она делает. Конечно, здесь видно, что чувствует она и характер музыки, и передает настроение. Мне кажется, это очень хороший вариант исполнения. У нас была София Милюхина. Давайте послушаем, вот у нас есть Симонова Диана. Тоже в платье, видно, что артист перед нами. Вот уже по первым звукам уже понятно, что есть и звучание, и мастерство, и интонация. Сразу фразы выстраиваются. А еще видно, что и педагог, и ребенок работают с нотами. Конечно. Смотри, сколько пометок. Но могла бы выучить наизусть, мне кажется. Ну, мне кажется, это больше для подстраховки. Потому что иногда подсматривает. Но тоже разные есть мнения по поводу наизусть. Мне кажется, все-таки детям лучше играть наизусть. Тогда они могут больше внимания уже обращать на ток, как они играют, а не что. Ну, вообще ноты отвлекают. Даже у взрослых музыкантов есть такое ощущение у многих. Поэтому просто не всегда у всех хватает времени. Ну, я думаю, что достаточно. Хорошее исполнение, приятный тембр. Хороший, да, приятный тембр. И видно, что в надежных руках, я думаю, что дальше будет только мастерство расти. Здесь, к сожалению, запись не позволяет услышать всю динамику. Может быть, иногда хотелось бы чуть-чуть побольше. От самого звука. Но опять же, это все-таки видеозапись. Все, нужно слушать вживую. Так, кого-то здесь мы еще будем слушать. Здесь были ребята. Ну, можно... Кого можно послушать? Шубину мы слушали? Шубину мы не слушали. Можно Шубину? Послушать Евгения. Шубину мы слушали. Шубину мы слушали. Шубину мы слушали. Шубину мы слушали. Слушаю, как девочка работает со звуком. Шубина мы слушали. Шубина мы слушали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все ноты озвучены и к каждой нотке свое исключительное отношение И очень хороший ансамбль с концертмейстером То есть это такая кропотливая работа И произведение сделано, что называется Ну тоже хотелось бы чуть звука больше, но возможно это вот запись Возможно, да Я думаю, что очень достойная игра Очень достойная и для дальнейшего участия Тогда мы переходим к третьей категории Да, к старшим Старшие ребята это участники от 13 до 15 лет Вот у нас здесь даже есть из других государств Давайте послушаем Давайте послушаем Начнем тогда с Хсейн Сулейман Прислал нам свою видеозапись Это участник из серии Я думаю, что Наверное, он как-то будет вне конкурса оцениваться Но то, что интересуется нашим конкурсом, это приятно На этническом инструменте играет Ну это все равно Разновидности флейта Да, да, да Ну я так понимаю, это любительский уровень, поэтому Ну, безусловно, я думаю, что Оргкомитет должен как-то отметить этого юноша За участие, я так думаю, что он, наверное, свою какую-то национальную музыку играет Что-то он молодец Спасибо, Хсейн Так, ну и тогда переходим к нашим ребятам Классического направления Классического направления, да Давайте вот послушаем Есть у нас Залесина, Арина Из Воскресенска Она подавала в программу Ибера Концерт для флейта Ну и эти Ибера, послушаем Потому что там Очень сложное произведение Технически все справляется Технически все справляется Все У меня, возможно, немножечко, может, не хватило свободы вот именно в теле Ну, конечно, но все-таки такую музыку надо играть, наверное, когда уже есть за плечами Опыты И опыты, и мастерства побольше, и, конечно, и жизненный опыт, наверное, тот в первую очередь нужен Потому что музыка это достаточно сложная, глубокая И, наверное, в таком возрасте рановато Рановато, да Но молодец, технически справляется Справляется Немножко бы, вот, свободы в звуке больше было бы, да Было бы, наверное, это все И общий характер было бы все это посвободнее Да, так немножко напряженно звучит Но очень-очень хороший уровень Я думаю, что она может через несколько лет спокойно вернуться к этому произведению Да, да Ну, вот многие педагоги грешат Сложностью программы? Да, да Завышают сложность Но здесь понять можно Они хотят, чтобы развивались ученики Но все-таки программка должна где-то соответствовать уровню Вот, потому что есть пьесы на вырост А есть пьесы, которые, с которыми справляются просто ряды и откатываются назад К сожалению, да, есть такие Так, мы можем послушать, если не против Королёва Евгения Королёва Евгения, давайте послушаем У нас Даницайте Да Ну, давайте послушаем Даницайте Ну, здесь слышно, что есть обработка в зале Микрофончики стоят, они здесь немножко добавляют акустических эффектов Ну, все это выразительно, музыкально, все технически справляется Ну, кажется, чуть узковат звучок Вот Ну, возможно, на пиано пережимает его и кажется, что он поджимается Ну, все-таки в каденции исполнитель должен Они для этого и пишутся, чтобы свои самые яркие качества демонстрировать Очень хороший ансамбль с концерпестером Ну, здесь крещено, да, хотелось бы Хочется, да, поярче, потому что рояль немножечко перекрывает Вот так все, все очень достойно Молодец Евгения Королева Ну, есть у нас из Белгородской области Кириченко Иван такой есть Даже чувствуется, он весь находится в этом процессе, он в музыке Как художник Сам вибрирует, как будто Такая взрослая у него игра Нижний нот очень хорошо берется Приятный темпор Шумновато он дыхание берет Мне кажется, это он находится в своем таком, в творческом процессе Немножко забывается Можно послушать какой-нибудь еще кусочек Виртуозный, женический Немножко перебор был, мне кажется Ну, вот его эмоциональное Это очень Внутри ли очень приятное, ровное Передувает, но это вот эмоционально У некоторых нет ее А здесь немножко даже перебор Это очень приятное впечатление Спасибо Ивана Да, да, очень приятное впечатление Кого-то еще мы можем послушать? Ну, вот, может быть, Рыбину можно послушать Маргариту Маргарита Рыбина Да Тактикашвили Соната Или пастушья Идилия Келлера Давайте Идилию послушаем Тактикашвили Мы уже слушали, да София играла Тоже из Москвы, да, у нас Маргарита Да, Маргарита из Москвы Такие платья всегда ощущали, что уже перед тобой взрослый исполнитель Очень ответственно подходят к выбору наряды, на концерты, на экзамен Ну, вот здесь Тоже она вся в музыке живет, переживается каждую эмоцию И здесь в звучании очень интересный у нее тембр Субтитры создавал DimaTorzok Очень аккуратненько Но при этом, мне кажется, звука хватает, да, для того, чтобы выйти на громкое форто У нее звук поинтереснее Вот мы слушали, по-моему, Королева была у нас, Евгения Да Вот это вот, Рыбина поинтереснее Пассажи очень легкие, техничные Всегда подкупает такая вдумчивая игра, когда с отношением, когда это не просто набор звуков, а за этим реальный смысл какой-то находится Это всегда здорово, особенно вот у юных исполнителей И интонационно очень благополучно, так что молодец у нас Маргарита Рыбина, молодец Так, ну я думаю, что тогда, может быть, мы перейдем к нашей следующей категории Клорнет-саксофон Другим инструментом, да, давайте послушаем Также начнем мы с первой группы, это ребята С маленьких Да, с 7 до 9 лет Здесь у нас уже есть и кто играет и на саксофоне, и на сопрано-саксофоне, и кларнетист есть Вот я бы, наверное, хотел отметить мальчика Парфенова-Давена Парфенова, да, давайте послушаем Давайте послушаем Парфенова-Давена Маленький, но уже мечтающий артист Это запись с какого-то концерта, мероприятия, посвящённая Рахманину. В Рахманину очень сложно играть. Особенно в юном возрасте. Есть ощущение, что продуманная пьеса. Хорошее звуковедение и достаточно благополучно с интонацией, потому что на сопрано очень непросто играть чисто. Очень приятное впечатление. Кого мы ещё можем послушать? Давайте послушаем, может быть, Воронцова Давида. Он у нас из Москвы, да? Аккуратно, очень отношение к звуку. Чуть свободнее мы, да, вот эту игру. Они волнуются, наверное, во время игры. И это... Как говорится, дома получалось и на сцене нет. Тоже интонационно достаточно устойчиво играет. Я думаю, что достаточно. Ну, возможно, он только перешёл с блокфлейта. И это непонятно, здесь первый год обучения или второй. Это, наверное, третий. Ну, в любом случае, он какие-то первые шаги делает. И мне кажется, они у него достаточно успешно. Достаточно успешно. Успешно, да. Благополучно. У нас ещё есть... Кларнитис. Кларнитис. Давайте послушаем. Орден Егора. Фрагмент. Очищает. Орден Егор. Орден Егор. Орден Егор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какой старательный мальчик, честно выигрывает, высчитывает, свободы ему сценическо желаем, чтобы звучал инструмент у него. Он стройно старался интонировать, не все еще получается. Конечно, в звуковедении надо посмотреть внимательно. Возможно, с дыханием есть определенные вопросы, еще не решенные, но есть над чем работать. Впереди еще долгий, кропотливый путь. Мы переходим тогда ко второй категории. 10-12 лет. И здесь, в принципе, у нас достаточно тоже будет, мне кажется, жаркая борьба в Торонтуре. Кого бы вы хотели послушать? А вот Васильев Анатолий. Васильев Анатолий. Видно, что он знает текст. То, что фортепианная игра, прям, пальцы дублирует. Красивое звучание, тембр кларнета, такой же взрослый. К educating обсуждения. КОНЕЦ? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне кажется, вполне достойно. Хочется, конечно, чтобы она поаккуратнее эти фразы вела, чтобы это было более певучее. Ну, наверняка я бы порекомендовал послушать это произведение в исполнении разных музыкантов, не только духовых, а вообще скрипичные варианты, чтобы просто понимать характер и темпы. Это, мне кажется, поможет. Ну и, безусловно, волнение. Ну, куда его никуда не денешься. Да, да. Ну, а в целом, можно, мне кажется, дальше участвовать. Так, мы можем еще послушать Вострухина. Давайте Вострухина Кирилла. Вострухина Кирилла. Субтитры создавал DimaTorzok Видно, что он старательный мальчик. Ну, мне кажется, только из группы в группу перешал как раз. Да, да, да. Ну, он в начале пути еще, но видно, что нужно еще посмотреть. Может быть, подкорректировать постановочку немножко. Ну, в самом, мне кажется, очень странно. Он справляется, он ритмично играет, он с отношением играет, да, музыкально. Там у нас есть еще из Татарстана. Из Татарстана, да. Аль Сюфи, Хусейн. Давайте послушаем. Там саксофонист. Один, два, три, четыре, пять. Играет музыка. Молодеет эстрадными приемами, неплохо. Он себя очень свободно ощущает в этом направлении. Мне кажется, они и занимаются на эстрадном отделении. Да, это вполне возможно. И очень легко играет драматический слугам. Свободненько все. В принципе, выученная каденция, импровизация точнее. Ну, это такая, по-написанному. Ну, такая выученная выученная импровизация. Ну, там, не менее, в ритме все. Молодец, молодец. Так, а мы переходим тогда к третьей категории, да, третьей группе. Это ребята от 13 до 15 лет. Уже старше. Здесь у нас 17 участников. Можно, мне кажется, начать с кларнетистов? Давайте послушаем. Фролов Александр. Фролов Александр, да. Ну, что-то сложные условия. Очередь в классе. Контробас народный. И там аркестовый класс, скорее всего. Ну, здесь и ударники, видимо, занимаются. Наверное, и оркестр здесь где-то. Да. Молодец. Молодец. Интонационные нотки не чистые. Да. Он в процессе игры, он отстраивает. Ушки работают. Да. Молодец. Да не все так могут. Ну, и приятно, что он свободно тоже играет. Знает, что он делает. И звучание приятное. Настоящий такой ворнетовый звук. Мне кажется, тут понятно, что 10 минут мы будем слушать произведения. Очень приятное впечатление Фролов Александр оставляет. Так, вот предлагаю послушать Владислава Тертичник. Да, из Тульской области. Да, из Тульской области. Да, из Тульской области. Да, у нас несколько участников из Новомосковска. Да, знаете. Красивое звучание. Мне кажется, интонационно не очень чистые нотки. Да, есть ощущение, что завышаются. Но по звуку очень приятно. Очень приятно звучит, да. По-моему, есть технический еще. Ну, там карнавал, да, в Венецианске. По-моему, карнавал в Венецианске, да. Немножко, да. Может, он не точно настроился. Ну, технически он справляется. Ну, на интонацию надо обратить внимание, потому что, как бы красиво не звучал, если вот интонация не точная, сразу портится все впечатление. Я думаю, что достаточно, да. Тоже приятно надо человек. – Кто у нас еще здесь? – Может быть, там Кузьмичев есть. – Кузьмичев, Кирилл. – Никульшин, Максим. – Тоже Тульская область? – Да-да, это они. – Да. – Давайте, Кузьмичева послушать. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Культура достаточно виртуозная, но тоже интонационная и нечистая. Видимо, больше внимания на технику обращают и уши перестают точно работать во время исполнения. – Вот эти нотки верхние, да? – Не затягиваем. – Ну, приятный исполнитель. – Да, да, да. – Давайте, может, послушать Федор Иванович. У нас есть такой московская область, город Королев. – Лендов. – Да, Лендов Федор Иванович. – Послушаем. – Да, да, да. – Звучание приятное. – Ну, тоже живет музыка. Видимо, все эти движения включаются. – Через себя музыку проводят. – И техника озвучивает. – И техника озвучивает. – Хорошо. – Хорошая интонация вообще. – Хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, вдумчиво играет, понимает, что он делает. Динамика тоже была, ну, вина работала с динамикой. Ну что, взрослая, осмысленная игра уже. Приятное впечатление. Видно, что акустические помещения не очень звучащие, но тем не менее... Инструмент звучит. Мне кажется, тоже. Да, да. Здесь достаточно. Спасибо, Светлана. И я тогда предлагаю перейти в группу медных инструментов. Давайте послушаем. У нас в первой категории не так много представителей. Ну, это связано, наверное, со спецификой. Конечно. Все-таки на медных инструментах рано начинать играть, особенно на тромбонах, тенорах, тубах. Ну, тем не менее, у нас здесь две волторны. Есть, да, волторны. Но это хорошо, есть вот маленькие волторночки, их называют бабички. Бэби. Вот. На них, в общем, можно начинать в юном возрасте. Я предлагаю послушать Алиева романа. Давайте. Алиева романа. Валторна – один из самых трудных инструментов для освоения. И, конечно, в юном возрасте все эти вопросы решить, наверное, потому что нереально. Потому что, ну, есть еще и интенсионные огрехи, и… Артикуляционные. Да, конечно. И переходы легата, еще, но он в начале пути, мне кажется, у него должно быть хорошее будущее. Тем более, конкуренция там не такая высокая, как у деревянных духовых. А это у нас Станислав. Станислав, да. Мне кажется, у него легата получше получается, чем у предыдущего романа. Я вижу, что он более активно берет вдох. Чуть лучше овладел техникой вдоха. Задать с вами выдох. Приятный молодой исполнитель. Обычно у начинающих бывает такой зажатый звучок, а здесь, конечно, работает, чтобы это было свободно. Это чувствуется, и педагог молодец. Трубача будем слушать? Трубача… Ну, давайте послушаем. И вот у нас есть Никулин Богдан. На трубе у нас играет. Кусочек, наверное, небольшой. Субтитры создавал DimaTorzok Все проблемы начального периода, в общем, они здесь присутствуют. Здесь очень много кропотливой работы. Конечно. Представят. Ну, ребята стараются, тем не менее учатся. Тогда мы переходим ко второй группе. Ко второй группе переходим. Здесь у нас 10 представителей. Есть трубе, баритоны, тенор, болторно. Вот кого-нибудь из низкого регистра. Мы можем послушать? Вот баританист у нас есть. Давайте попробуем. Шерезков Леонид Балашиха. 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 Пальчик старательный, он старательный, амирсирует в сравнении с прошлым и конкурсом. Мне кажется, немножко свободы в исполнении не хватает. Я бы тоже рекомендовал послушать в исполнении известных музыкантов. Это, мне кажется, поможет понять и характер этого вальса. Молодец, тоже. Справляется, отличнее. Не все просто. Интонационно надо внимательно послушать. Мне кажется, здесь очень понятно. Да, достаточно. Давайте мы послушаем Тамару Кукушкину. Давайте, это у нас представитель Ямаломенского, да. Да, Роман Молчанова. Это мое платье у нее, больное. Красивое. Очень приятно. Тембр инструмента. Она очень точно исполняет ритмические рисунки, потому что многие грешат. Вместо шестнадцатых исполняют здесь триуди. Она точно исполняет. И построил очень. У нее хорошая очень манера, свободное очень исполнение. Интонационно достаточно счастливое. Молодец, молодец. Просто молодец. Техническую вещь будем слышать? Технически сложно. Давайте, если фрагмент. Ну, что у нее какое произведение? Венецианский карнавал. А, что? Молодец. Молодец. В юном возрасте качества такие, как у взрослого исполнителя. Это всегда. И есть еще вот Яровой Филипп. Да, Яровой Филипп тоже хотел предложить. Молодец. Молодец. Яровой Филипп. красивые звучание технически справляется и штрихи все точно исполняет язык работает очень что перед нами взрослый исполнитель да да если закрыть честь и хвала педагогу очень профессиональная игра молодец старшую группу давайте да перейдем к старшей группе тогда здесь у нас также представлен труба полторна и тромбон наверно я думаю что может быть начнем с тромбона давайте послушать молчанов михаил или русанов дмитрий кого бы хотели послушать давайте молчанова михаил послушаем ну обычно тромбонистов ругают за смазанное соединение, у него достаточно точно всё идёт Сложные переходы попадаются Достаточно музыкально, потому что, опять же, повторимся, что Рахмалином сложно играть И агогика присутствует По-моему, очень достойно исполнено Есть нотки не чисто интонационные, но, в целом, очень приятное впечатление Ну, ещё есть над чем работать Нет предела совершенства Молодец всё равно Молчанов Михаил был Да Мы трубу послушаем Давайте послушаем трубу Кайгородов Клемент Из Казани Молчанов Михаил Молчанов Михаил Молчанов Михаил Молчанов Михаил Молчанов Михаил Привера немножко, да Хотя есть очень такие положительные моменты Может быть волнение тут Чуть свободы хотелось бы больше здесь, побочные партии Мне кажется, он больше думает о том, как сыграть, а не о музыке. Ну, чтобы... Ну, труба приятно звучит очень. Конечно. Задача сделать, чтобы она везде приятно звучала. Спасибо нашему исполнителю, конкурсанту. Ну, тогда я предлагаю закончить наше обсуждение. В принципе, достаточно много ребят очень хорошо себя показало. И, наверное, мы уже, будучи на круглом столе, подведем итоги второго тура, первого тура, простите, и проведем как раз жеребьевку второго тура, там, где ребята попадут в ансамбле и будут уже соревноваться дальше. А мы на этом прощаемся с вами. Спасибо большое, что были с нами. Ислан Георгиевич, может, хотите что-то еще сказать? Ну, я хотел бы в качестве пожелания, наверное, всем конкурсантам, что нужно все-таки в первую очередь заботиться о качестве звучания инструмента. Как говорил Михаил Иннокентий Табаков, наш основатель отечественной школы трубачей, он говорил, что звук — это самое ценное качество артиста, это главный его капитал. И поэтому многие музыканты и педагоги в погоне за техническими какими-то сложностями забывают именно о звучании инструмента. А какая бы ни была прекрасная техника, если нет хорошего звука, то, конечно, это совсем другая история. Поэтому я хочу и поблагодарить и всех преподавателей, и всех концертмейстеров, и, конечно, главных виновников — это наших исполнителей за то, что они занимаются музыкой, за то, что они посвящают этому время. И я надеюсь, что это в дальнейшем очень поможет им в будущем, их занятий музыкой. Так что они все молодцы. Каждый находится в разных условиях, у каждого разные, наверное, цели в занятиях. Но, безусловно, они занимаются важным, полезным делом, и честь и хвала им. Спасибо, ребята. Спасибо педагоге огромное. И до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова